МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служи народа даже выступили с поправкой об установлении на будущий год такой же величины платежа, как и сейчас – 5 рублей 6 копеек за квадратный метр. Окончательное решение облдума примет на своем ближайшем заседании 15 октября. Испол власть настаивает на увеличении сборов с владельца квартир в домах этажностью от 4 до 6 включительно на 16% с 5 рублей 6 копеек за квадратный метр жилплощади до 5 рублей 90 копеек. Для остальных многоквартирных домов плату предполагается повысить на 24,5% до 6 рублей 30 копеек за квадрат. Для понимания, на сегодняшний день фонд капремонта собрал уже около 900 миллионов рублей. Число неплательщиков по-прежнему велико. Только в Волгограде 40% населения не платит за капремонт. Из 318 домов, которые числятся в программе реконструкции на 2015 год, реальные работы начались только на 139 объектах, еще нигде не законченные. Где логика повышения? Об этом вопрошали нардепы. Деньги на самом деле на фоне сегодня есть, что они не тратятся эффективно, что кормим мы сегодня банк, который аккумулирует у себя эти средства. Ни у кого бы не возникало вопроса, когда вот хорошо отремонтированное здание стоит, и надо собрать еще. То есть есть яркие примеры. Сегодня таких примеров нет. У чиновников были железные, правда только по их мнению, аргументы в сторону роста платежей. Исходили здесь именно прогроз социально-экономического развития в Волгоградской области на 2016 год. Взят был рост среднедушевого размера жителей региона, который прогнозируется увеличение более 10% по сравнению с 2015 годом. А между тем парламентарии к обсуждению наболевшего вопроса пришли подготовленными и буквально забросали чиновников вопросами по существу, чего, вероятно, не ожидали представители исполнительной власти. Рекоператор у нас заявляет о том, что работа началась с 139. Но в таблице видно, что 14 из этих домов имеют нулевые суммы контрактов и не отмечен в них ни один из видов работы. Что это такое? Что это такое? Не надо, Валентин Николаев. Где логика? Установление тарифов относительно среднедушевых доходов. Ответ не услышал. Кроме того, что мы постановление администрации приняли. Но это не очень правильно. Давайте не будем лукавить, что среднедушевые доходы по Волгограду не 25 тысяч были в среднем по 2014 году. Один из самых главных козырей депутатов в пользу того, чтобы не повышать тариф на будущий год, отсутствие завершенных объектов капремонта. В республиках Татарстан, Свердловской области, Республика Башкатарстан более 70% уже выполнено работ в многоквартирных домах из запланированных. Так вот вопрос, зачем мы сейчас меняем систему отношений, начинаем повышать этот тариф, пугать плательщиков, а при этом мы еще не можем им ничего показать. И еще одна особенность капремонта в Угаградской области – его неполноценность. Практически во всех домах, попавших в программу капремонта, делают два вида работы – это фасад и кровля. Открываем закон Волгоградской области о капремонте и читаем статью 17, в которой перечислены 6 видов работ. Помимо вышеозвученных – это ремонт фундамента, внутридомовых инженерных систем, подвалов и замена лифтов. По лифтам в этом году реализуется отдельная госпрограмма с бюджетным финансированием, поэтому в капремонт эти работы не входят. Как быть с остальными пунктами? Администрация области, фонд капремонта, обещает через энное количество лет якобы вернуться в дома, где сделали частичный ремонт и непременно его завершить. Мы вынуждены говорить жителям, что мы сегодня в этом году на вашем доме, исходя из тех денег, которые у нас есть в кошельке, мы можем выполнить только один вид ремонта. Если мы делаем один вид ремонта, то у нас есть право вернуться и сделать в течение этого периода все виды работ, которые на доме предназначены. Депутатам такая сложная многоходовая схема показалась весьма сомнительной. Вы крышу покрасили, покрасили фасан, а на другом доме и того не сделали. И вы уже на этот дом-то не придете. Как раз. Как раз. Как как раз. У вас еще впереди столько домов, что голова кругом идет. Когда мы одну-две позиции делаем из шести предусмотренных законодательством, это не что иное, как имитация капитального ремонта. Если это 30 домов, значит скажите честно людям, это 30. Если это 100, это 100, но с тем, чтобы все-таки там делался весь комплекс работ предусмотренных законодательством. Однако, похоже, к словам законодателей, чиновники и регоператор прислушиваться не собираются. В программе капремонта, которая сейчас формируется на следующий год, также будет три сотни домов, которые также реконструируют от силы фасад и крышу. Пору переименовывать фонд капремонта в фонд косметического. С натяжкой можно назвать капремонтом реконструкцию, которая сегодня проводится в центре Волгограда на улице Коммунистической. Жильцы хотели бы, чтобы подрядчики приводили в порядок не только лицо здания, но и заглянули внутрь него. Единственная надежда, что в нашем подъезде доделают ремонт. Вы не заходили вот здесь в 8-й подъезд? Можно зайти, да-да-да, вот можно зайти, посмотреть. Вот мы в таком состоянии подъезда, живем больше 10 лет. Очень бы хотелось, чтобы наш дом не выглядел какой-то потемкинской деревней, когда с фасада все красиво, а внутри как было, так и осталось. Проблемы с коммуникациями, проблемы с водоснабжением, с канализацией и так далее. Естественно, то, что снаружи будет все красиво, еще не факт, что внутри все будет прекрасно. То есть хотелось бы, конечно, чтобы был полный объем работ выполнен. О начале работ по капремонту во дворах домов по улице Ленина 2 и 5, Краснознаменской 6 и 8, которые значатся в программе на этот год, пока свидетельствуют только таблички на фасадах, где указано, что здесь отремонтируют только кровлю и фасад. У дома со стороны улицы Краснознаменская появились строительные леса, правда, пока в разобранном виде. В Краснооктябрьском районе в доме номер 114 по проспекту Ленина, который также должен быть отремонтирован в этом году, пока тишина. Выделено явно недостаточно средств. 2 миллиона. Ну, вы меня извините, сейчас за 2 миллиона можно, конечно, хорошо, шикарно отремонтировать трехкомнатную квартиру. Я согласен. Но не сделать капитальный ремонт вот такого дома, комиссия от этой компании в составе там 5-6 человек, они быстренько пробежались по крыше, быстренько вылезли на крышу, посмотрели, и все. Больше специалистов от этой компании на этом доме мы не видели. В ремонте кровли дом, построенный еще до Великой Отечественной войны, в действительности нуждается. А крыши стоят тазики, которых с каждым сезоном все прибавляется. Прохудившаяся шиферная кровля походит больше на решето. Однако это не единственная серьезная проблема в жилом доме. Основная и главная боль местных жителей – это электрическая котельная, установленная в подвале дома. Вот ее-то в первую очередь и нужно реконструировать. У вас зимой как в квартире? Холодно. Ну, если отопление плохое, где же оно будет тепло? В зимние месяцы платим, ну, где-то 5-6-7. А когда очень холодно, платили по 8 тысяч рублей только лишь за электроэнергию. Весь дом, по убеждению жильцов, исправно платит за капремонт. Вот только рассчитывать на полноценную реконструкцию, похоже, не стоит. Вероятно, что в этом году строители в этом строении не появятся вовсе. К удивлению, собственников квартир выяснилось, что они проживают в памятнике архитектуры. Для обновления таких домов требуется согласование с Комитетом культуры области. Чиновникам спешить некуда, поэтому обитателям довоенной постройки стоит запасаться новыми тазиками и утепляться на зиму. В их квартирах этой зимой теплее не станет. Однако не только с жилищно-коммунальными проблемами озабочены жители Волгоградской области. Вновь в центре внимания оказалась экологическая тема – последствия катастрофического маловодия в регионе. Волгоградские дачники посчитали, что нечего на погоду пенять и призвали чиновников ответить за ущерб, нанесенный природе и людям. На минувшей неделе в арбитражном суде Волгоградской области началось рассмотрение громкого и необычного для региона дела. Садоводческое товарищество «Аврора», расположенное на острове Сарпинском, подало иск к Федеральному агентству водных ресурсов России и Росгидромету, а также к ряду региональных структур, на которые они возлагают ответственность за нанесенный в результате маловодия ущерб природе региона. Перестраховались слишком сильно, побоялись, что не будет воды. Это несогласованность ряда государственных структур между собой, в частности, Росводресурсов и Росгидромета. Поскольку один не спрогнозировал, другие не учли что-то, и вот явилась последствия. То есть текущая ситуация, которую сейчас мы наблюдаем, переполненное Жигулевское водохранилище на один кубокилометр, что осенью быть не может. То есть это явно говорится об ошибке в действиях, умышленной, неумышленной, то есть либо похалатности, но как бы вот ошибка в действиях, она присутствует. Однако рекордно низкий уровень сброса воды едва не погубил не только самый крупный речной остров Европы, но и жемчужину России, особо охраняемую природную зону, Волго-Ахтубинскую пойму. В этом убедились журналисты высоты 102, которые побывали там вместе с экологами Волжского гуманитарного института. Озеро Большой Эльмень, находящееся вблизи реки Ахтубы, еще несколько лет назад радовало отдыхающих прекрасным пейзажем и отличным уловом. Однако после маловодия этого года водоем находится на грани исчезновения. Обычно, вот сейчас у нас 1 октября, в это время уровень воды таков, что мы бы с вами сейчас находились бы полностью под водой. В условиях половодия 2015 года, очень маловодного половодия, получается, что озеро притока воды не получило ни из Волги, ни из Ахтубы. И как результат, вот такая широкая полоса как бы осушки, очень низкий уровень наполнения озера. Большой Эльмень, как и десятки других почти высохших озер и ериков, представляет собой еще не самую страшную картину. Гораздо больнее видеть жителям пойм и экологам полностью потерянные водоемы. В этом году, по подсчетам специалистов Волжского гуманитарного института, исчезла с лица земли почти четверть пойменных озер. Таковым стало и озеро Проклятое вблизи деревни Вязовка. Здесь уже начали происходить необратимые изменения. Тут, как мы можем наблюдать, происходит остепнение данного озера, уже самой озерной котловины. Естественно, это сказывается и на сопредельных территориях, поскольку, когда озеро заполнялось, также еще затоплялись близлежащие пространства, заливные луга, здесь были очень хорошие сенокосы. Сейчас это тоже практически повсеместно степная растительность. Про гидробионтов говорить нечего. Они уже давно это озеро не покинули, скажем так, они вымерли. Ужи, черепахи, лягушки, они тоже, в принципе, отсюда уже ушли в другие места. Кто-то, может быть, даже не смог мигрировать. Околоводные птицы, которыми тоже славится пойма, они тоже это место покинули. К осени последствия весеннего маловодья ощутили на себе садоводческие товарищества и поселения пойменных районов. Большинству пришлось пробурить скважины для полива за немалые для пенсионеров деньги, а после оплачивать непомерные счета за электроэнергию из работы насосов. За питьевой водой приходится ездить в Волгоград или просить об этом соседей. По всей пойме нет воды. По всей. И то, что мы-то страдаем, все страдают. Даже вон гуси-то страдают, без воды не могут. Трудно, конечно. Без воды плохо. Скважина чужин, электромотор нагоняет. Полторы тысячи за три месяца отдали. В 2000 году она зашла тогда, вода весной. Она тогда зашла, она просто зашла, мало ее было. И мы в 2006 году, мы как-то докачали до самого последнего, из последних сил, докачали трубу там, удлинили. А сейчас вообще, сейчас все насосы стоят, приемки стоят сухие. Исчезает из водоемов рыба. Ведь, по словам экологов, качество воды ухудшилось, в ней почти не осталось кислорода. Была, например, большая тарелка, блюдо, таз, воды. А потом встало блюдечко. Естественно, и рыбы там нет. Черепахи и те уже. Мы ездили, и на суходоле были. Где мы еще? Широкогорлое, чипае, все попересохло. И раньше караси здесь были все, и сазаны, и щуки. А сейчас щук вообще нет. Остались еще места, такие, как, например, озеро Чайка, где выжили стайки карасиков. Однако в эту зиму им грозит смерть. Неглубокие маловодные водоемы промерзнут до дна. Рыба погибнет заживо. А там, где вода останется под коркой льда, кислорода для подводных обитателей попросту не останется. Как рассказывает руководитель лаборатории экологических и социальных исследований Волжского гуманитарного института Олег Филиппов, до строительства Волжско-Камского каскада ГЭС в половоде было гораздо многоводнее и продолжительнее. Тогда водой заполнялись не только ереки и озера, но и прилегающие луговые территории. После строительства в Волжской ГЭС объем сброса воды весной существенно уменьшился с 35 тысяч кубометров в секунду до 26. Однако этот год не идет ни в какое сравнение с прежними. В этом году, значит, у нас, получается, половодие выдалось исторически маловодным, потому что за весь период наблюдений, а он составляет где-то порядка 130 лет, впервые на пике половодия было всего-навсего 14 тысяч кубических метров воды в секунду. Это опять же в русле Волги, в основном в русле Волги. По словам эколога, череда половодий малой водности может привести к настоящей катастрофе. Это, в общем-то, грозит полной экологической и ландшафтной деградации. То есть вся природная среда, как мы, географы, экологи говорим, ландшафт поймы, он может измениться таким образом, что не будет ничем отличаться, ничем не будет отличаться от тех сухостепных ландшафтов, которые мы видим по одну и по другую, особенно по восточную сторону от Волги. Очевидно, что регулирование сброса воды контролируемо, а в сложившейся ситуации есть виноваты. У меня есть уже цифры по весеннему половодию, что общий объем весеннего половодия был на 10 кубокилометров больше, чем в прошлом году. В прошлом году сумели обводить пойму, дать 25 тысяч кубов в секунду 5 дней. В этом году не стали давать. Я думаю, что это даже преднамеренно, потому что выгодно, чтобы мы закупали электроэнергию летом для закачки насосными станциями электрифицированными. Волгоградские дачники также считают, что те, кто принимал решение об объеме сброса воды нынешней весной, просто перестраховались и не дали должного количества влаги сельскохозяйственным угодям, озерам и ерикам. Да, после произошедшей ошибки региональные власти приступили к искусственной закачке воды в ерике первого порядка, такие как судомойка и гнилой. Волжские экологи согласны с тем, что это способно в минимальной мере помочь Волгогтубинской пойме. Тем не менее, подкачка всего лишь 8 кубометров воды в секунду ни в коем случае не является средством спасения всей территории природного парка, считает Олег Филиппов. Не исключено, правда, что рассмотрение иск дачного товарищества к Федеральному агентству водных ресурсов и Росгидромету может затянуться. Но, как считает Волгоградца, надо уже думать о будущем, пытаться сделать все, чтобы подобное не повторилось. Хотелось бы, чтобы ведомства понесли ответственность персонально, может быть, даже бы кто-то. Но самое главное, чтобы не было повторения ситуации, потому что второго такого удара уже пойма не выдержит. С этим невозможно не согласиться. Мы надеемся, что звон во все колокола неравнодушный граждан услышит там, наверху, высокопоставленные чины, и наша пойма дождется помощи государства. Ведь мы в ответе за то, что еще не совсем погубили. Я прощаюсь с вами. До будущей недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова